Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирины Цепитова. Льготным проездом на личном транспорте смогут воспользоваться все неработающие члены семьи. Напомню, в прошлом году размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, как в России, так и за ее пределами, был ограничен суммой 35 тысяч рублей на каждого работника и каждого неработающего члена его семьи. Исключение сегодня составляет лишь проезд на личном транспорте. В этом случае воспользоваться льготным проездом может только работник организации. Этот пробел в правах граждан по многочисленным просьбам жителей региона устранят. Мы знаем, что сегодня пожар стоит примерно 35 тысяч и плюс, если на бензин, там 10-15 тысяч, то рычаг выходит за сумму 35 тысяч. И поступают уже неоднократные просьбы со стороны работников бюджетных учреждений, чтобы это право предусмотреть на неработающих членов семьи, чтобы уже, когда выезжает на личном транспорте, он уже оформлял дорогу не только на себя, но еще и на неработающего члена семьи. И в совокупности уже будет 70 тысяч. Действие закона предлагается распространить с 1 июня текущего года. Поправки в закон округа будут рассмотрены на ближайшей сессии собрания депутатов Неницкого округа для принятия в первом и втором окончательном чтениях. Еще одно изменение касается выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию работников бюджетной сферы в округе. Ее не просто возобновят, а сделают гарантированной частью системы оплаты труда. По поручению главы региона Игоря Кошина, выплату единовременного пособия при выходе на пенсию возобновят в виде материальной помощи в размере пяти окладов. Проект соответствующего постановления разработан администрацией региона. Документ предусматривает внесение изменений в положение об установлении систем оплаты труда работников госучреждений НАО. Заработная оплата всегда защищена, и включение этой выплаты в систему оплаты труда будет еще более серьезной гарантией для работников, потому что фонды оплаты труда всегда защищены, и всегда эти выплаты гарантированы при отрицательных последствиях в экономике. Предлагается установить и условия получения указанной материальной помощи. Трудовой стаж на территории Нинецкого автономного округа не менее 35 календарных лет и трудовой стаж в государственных муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств федерального, окружного, областного и местных бюджетов, или до 1 января от 1995 года венных, расположенных на территории Нинецкого округа образовательных организациях, не относящихся к организациям, финансируемым за счет средств федерального, окружного, областного, местных бюджетов, не менее 20 календарных лет. На сегодняшний день возможны переходы из, например, учреждений культуры в образовательные организации и наоборот. Там, где общий стаж будет считаться, он должен представлять 20 лет, а общий стаж на территории Нинскоавтономного округа 35 лет. При этом это очень важно, что в системе образования у нас были ведомственные детские сады, это, например, рыбокомбинаты, это, например, у аэропорта ведомственные сады. Все, кто работал по принадлежности раньше к ведомственным садам, на сегодняшний день под эти выплаты тоже попадают. Предоставление единовременного выходного пособия при выходе на пенсию возобновят для работников различных сфер деятельности – здравоохранения, образования, культуры, аварийно-спасательной службы, пожарной безопасности. Также на комиссии депутаты рассмотрели изменения в порядок предоставления многодетным семьям социальные выплаты на подготовку к учебному году. В новой редакции закона выплата вновь становится ежегодной, но её размер сокращается до 9 тысяч рублей. Выплата, как и прежде, будет предоставляться многодетным семьям Нинницкого округа, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Но только на детей, учащихся в основной школе, то есть с 1 по 9 класс. Исключаются ученики 10-11 классов, а также студенты профессиональных образовательных организаций. Также меняется и порядок возмещения выплаты. Ранее социальная выплата носила авансовый характер. Получатели соцподдержки должны были предоставить отчётные документы, товарные чеки на покупки, подтверждающие затраты на определённые законом цели. Теперь возмещение затрат будет происходить по факту произведённых расходов в виде компенсации. Такое решение продиктовано небрежным отношением к бюджетным средствам. За прошлый год не поступило отчётов о целевом использовании средств на сумму более 5 миллионов рублей, отметила вице-спикер Собрания депутатов НАУ Татьяна Бадьян. Законопроект будет вынесен на ближайшую сессию Собрания депутатов для принятия в первом и втором окончательном чтениях.